Кадровый день во Дворце Независимости. Сегодня новые должности, а вместе с ними и новые задачи получили 13 человек. Это представители ДИП-корпуса местной власти, госучреждений промышленного сектора страны. Так, новый посол Беларуси в Китае. В Поднебесную представлять с интересы нашей страны отправится Николай Снабков. Вместо него на освободившуюся позицию замглавой администрации сегодня назначен Валерий Бельский, экс-директор Института экономики нам Беларуси. Изменилось и руководство управ делами президента, больше не будет вакантным место заместителя его займет Геннадий Богдан. Вся гуманитарная деятельность отныне на плечах Игоря Кудревича, а теперь он возглавит соответствующий департамент. Александр Лукашенко ждет от управленцев значительного улучшения в работе госоргана. Президент не отрицает, в кадрах были небольшие ошибки, а потому к новым кандидатам еще более пристальное внимание. Одна из приоритетных задач – планирование предстоящей пятилетки. Надо будет планировать, притом очень серьезно планировать пятилетку. Да и этот год мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть те негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые нам подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений. Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китая открыл для нас настолько, насколько мы можем туда войти. Николай Геннадьевич контролировал это направление. Очень хорошо его знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Это основная задача, товарищ президент. Сколько вы там будете работать, но это все зависит от вас. Реализуете задачи за год, значит год вернетесь в страну. За два, значит два. Важен результат. Я думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в администрации. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся. Вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении. Сегодня обновился и местный вертикаль власти. Так, за развитие Витебска будет отвечать Вадим Зарянкин. На должность мэра он перейдет из комитета госконтроля области. То есть с проблемами региона знакомы не понаслышке. За самый большой район Бреста, Московский, отныне в ответе Андрей Филанович. Согласовывая на эти должности, Александр Лукашенко отметил, это очень высокие позиции, на новых местах руководителей большая ответственность. Немало сделано за последние годы для обоих городов. Важно продолжить это развитие. Витебск должен остаться оплотом толерантности. А Брест – это ворота во все наше Отечество. Бывший Советский Союз, а здесь должен быть порядок. В приоритете местной власти – интересы людей. Не забывайте, что у нас этот год очень серьезный, очень сложный. Мы должны напрягаться до неимоверности, особенно в Витебской области. И, конечно, в Витебску хватит тоже от этого, несмотря на то, что там не возделывают зерно кукурузы, хлеба не выращивают и коров не доят. Но в Витебску будет работа и кусок хороший. Я вчера очень долго разговаривал с Шерстнёгом. Мы конкретизировали те задачи, которые были поставлены здесь, во Дворце независимости, два дня назад. Договаривались о строительстве жилья для специалистов там и так далее. Витебск должен подключиться к этому процессу. Думаю, и наш Брест также будет озадачен по всем направлениям. Новые руководители сегодняшнего дня в промышленном секторе, гендиректором Минского завода колесных тягачей согласован Алексей Римашевский, «Атлант» возглавит Дмитрий Соколовский. А ректор Белару-Витебского госуниверситета теперь Валентина Богатырёва.